привет ребята начинаю новое видео я сейчас нахожусь на вокзале железнодорожном вообще мы поедем в мадрид на электричке но это не электричка это скоростной поезд и тут всего час даже меньше езды до мадрида столицы испании мы туда едем по делам по документам вот поэтому ребятушки буду по возможности вам покажу где мы там будем мы особо там не будем гулять только по делу едем и назад вот поэтому куда-то оставайтесь со мной это вот на вокзале вот этот поезд рэнс я не знаю правильно ли прочитала скоростные поезда которые ездят до 300 километров в час скорость очень быстро я вам покажу как внутри они выглядят все ребята мы едем вот такие здесь вам покажу поезд вот такие сиденья там есть со столиком у нас без столика здесь есть столики у каждого сюда можно положить вещи еду и вот соня у нас рисует совсем сделаю такую небольшую до небольшой экскурсию сейчас пройдемся вот так ребята выглядит поезд смотрите как быстро он едет покажу туалет такая кабинка как в самолете вот такой туалет и умывальничек сюда подносишь мыло и сюда подносишь руки сама течет вода очень чисто вообще идеальная чистота ребята сейчас я тоже закроюсь иди моделька иди моделька иди вот так вот вот так вот уже цветут каштаны такой запах целая аллея вон каштаны каштан и сирень мы проезжаем в ботанический сад и такие запахи вон столько всего цветет друзья я вам хотела снять посольство украины внутри не буду снимать вот так выглядит туда заходите и делайте все свои дела по паспорту сегодня я продлевала срок действия паспортов детей у нас закончились и стояла в очереди в принципе более-менее быстро смотрите расписание есть в гугл когда вы вбиваете да вот сегодня не работают до 13 30 но я успела продлили смотрите чтобы продлить паспорт детей нужны фотографии но у меня фотографии не было мне продлили без фотографии просто написали и печать поставили вот подробнее уже расскажу позже ребята хотела вам снять информацию по поводу украины вот здесь на вокзале это железнодорожный вокзал здесь есть пункт приема вот здесь такая табличка чтобы понимали как она как она выглядит и вы можете подойти сюда правда переводчиков нет сказали что они были раньше сейчас переводчиков нет но здесь могут вам купить бесплатные билеты на renfe в любое направление но я вам скажу что бесплатные билеты мы и так покупали в обычной кассе ну не знаю те кто не смог купить то обращаются сюда вот так вот здесь выглядит этот пункт продажи здесь вам покупают любой билет даже на дальнее расстояние барселона там или куда вам нужно покупают билет также здесь есть красный крест ну разговаривают они на английском переводчиков повторяюсь нет и здесь вы можете переночевать сказали попить там кофе чай но не знаю где тут ночевка непонятно туда заходите там вам расскажет красный крест вас примет то есть если вы на вокзале вы не знаете куда идти то подходите вот сюда сейчас я вам примерно сниму где это вот здесь станция вокзала здесь вот стоят поезда здесь колии и в конце как идти к туалету как идти к туалету находится по правой стороне это размещение для украинцев вы увидите там красный крест и я сразу увидела флаг украины поэтому кому нужно обращайтесь украинцы а украинцев с украины украина смотрите ребята поняла что есть проблема с покупкой билетов многие не знают как это делать Мы уже вот в поезде сидим. Значит, никакой проблемы нет. Просто подходите к кассам, где написано Рен-Фе. То есть это как наша Укрзалезница, мне объяснили, да? У них название Рен-Фе. Подходите в эти кассы. Единственное, что там всегда есть отдельные окна для покупки билета на сегодня, на сейчас и на другой день. И у них это разные очереди обычно. Вам нужно перевести на переводчике. Там есть таблички, где билеты покупают на сегодня, где билеты покупают на другие дни. И все, стоите в очереди. Мы сразу даем паспорта и говорим на английском языке. One ticket, two ticket, куда вам нужно, какое направление. Говорят вам, предлагают, какое время. Если вы говорите на ауто сейчас, там ближайшее, если на определенное время, на определенный день. Вы говорите дату, говорите время отправления поезда. Все, вам выбивают билеты. Они вводят данные паспорта. То есть паспорт, конечно, обязательно предъявлять. Вводят данные. И все, и вам выдают печатный билет. Бесплатно. Пока это для, в принципе, бесплатно. Разные направления. Насчет дальних в другие страны не знаю, не буду говорить. Но то, что здесь по разным городам можно брать спокойно. Поэтому, если, конечно, у вас не получается, вы не знаете английский или испанский, тогда, возможно, ваш вариант подойти сюда, вот в этот пункт, где украинский флаг. Здесь на этом вокзале. Это Мадрид, да? И попросить помощи, но, честно, не знаю. Лучше уже взять переводчик, скачать заранее себе в телефон и набрать в переводчике буквально несколько фраз, что мне нужно купить билет в какое-то направление. Это будет то же самое, потому что переводчиков здесь нет. Сказали мне, что они были раньше. Ну, было очень много людей. Мы, в общем, были, но сейчас все, переводчиков уже сюда не ставят. Не знаю почему. Но в любом случае, можете подходить на этот пункт. Я вам показала, где он. И спросить помощи, которая вам нужна. И информация по продлению срока паспорта. Если закончился у вас или у детей, желательно иметь две фотографии, если это детский. На одного ребенка две фотографии. Но у меня фотографий не было. Никто об этом не сказал. Никакой информации нет. Я пыталась, кстати, дозвониться несколько раз в наше посольство. У меня не получалось. Поэтому уже вот как приехала, так и получилось. Но желательно подготовьте две фотографии. И вам их вклеят. А мне просто детские паспорта. Поставили печать. Написали, что срок действия продлен ровно на два года. До 2024 года продлили. И все, без фотографий. Так что смотрите, как вам нужно. Я думаю, что это лучше сделать. Потому что по факту сейчас, если срок вашего паспорта истек, то ваш паспорт является недействительным. Но так как у нас военное положение в стране, то из-за этого делают исключение. Что не нужно переделывать новый паспорт. А просто делается такой штамп и запись.